Легализация неформального рынка труда и борьба с серыми зарплатами. Эта тема стала одной из главных на совещании в администрации Чебоксар. Неформальная занятость населения, когда люди работают, получают за это деньги, но юридически никак с работодателем свои трудовые отношения не оформляют. Это негативно сказывается как на самих работниках, так и на поступлениях в местный бюджет, от которых в конечном итоге зависит развитие города. По-прежнему в столице Чувашии достаточно тех, кто выбирает зарплату в конвертах. Чтобы изменить ситуацию, в Чебоксарах идет работа по разным направлениям. В 2017 году было проведено более 700 рейдов, обследовано более 5000 объектов. В ходе проведенной работы выявлено 14 806 работников, или 107,6 от контрольного показателя, с которыми не заключены трудовые договоры. Впоследствии практически с 12 тысяч работников договоры были заключены, и 2873 человека зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Общая сумма дополнительно поступивших налогов в консолидированный бюджет в 2017 году, по данным ФНС, города Чебоксары составило около 23 миллионов рублей, в том числе и бюджет города 9,3. Также поступили страховые взносы в сумме 22 миллионов рублей. По всем направлениям работу продолжаем. Здесь я еще раз повторяю, чувствую, пока расслабились. Не нужно ждать от меня дополнительных команд и поручений. Выполняйте работу. По итогам квартала еще раз к этому вопросу вернемся, рассмотрим. Заметитель главы администрации по экономическому развитию и финансам Надежда Кребанова сообщила и приятную новость. Столица Чувашии вошла в число 13 финалистов всероссийского этапа форума «Территория бизнеса. Территория жизни» в номинации «Лучшая система закупок муниципального уровня». По итогам конкурса городу Чебоксары присвоен статус «Высокая эффективность закупочной системы». Муниципальными заказчиками были заключены контракты на сумму более 6 миллиардов рублей. Это более 18 тысяч контрактов. По результатам закупок сэкономлено более 300 миллионов бюджетных рублей.